Занялись по штабу, когда была напечатана статья Хайка Айбазяна по поводу финансирования первой лаборатории Армении. Впоследствии изучения в УИО, что в Армении сейчас именно по-настоящему будет экспериментальная, в Армении строилась милитарная лаборатория, потому что в Армении в настоящее время действует сеть из 12 основных лабораторий и 20 ветеринарных подстанций. Как открылась Армения лаборатория? Это было в 2008 году при помощи одного из министров правительства, тогда который имел свою организацию, коммерческую организацию в Соединенных Штатах, предложил в Армении открыть биолабораторию, то есть подписаться американскими соглашениями. Здесь сперва сопротивлялись, но после скандала с незаконной поставкой оружия и ранок, который выстрелил американцев в Ираке, то есть в Викиликс есть данные письма, письма Марии Ивановича и письмо заместителя Госдепа США Джекарда Пеннингтона по поводу вот этих событий. В 2008 году, как бы заставили правительство Армении подписать договор. Договор был подписан и со стороны американцев, точнее военной разведкой Министерства обороны, Рума, под его контролем заключили контракт с компанией Че-2М-Хилл, которая получила от этой АРА аббревиатуру, которая здесь уже звучала. Более 50 миллионов, пока не надо. Более 50 миллионов, и подрядчики, субподрядчики, Black and Watch, Battle Memorial Institute, Southern Research Institute. Все они занимались именно изучением биологического оружия, созданием биологического оружия. Первое от гаузки данного биологического оружия у нас было в 2007-2008 году, когда в Лорисском марсе было уничтожено 25 тысяч свиней. Это был результат внедрения вируса африканской чумы свиней, привезенных из Грузии. Первый удар по экономике в Армении был уже сделан. Последствии уже много чего в таких вирусах было, и в Георг-Кунигском марсе, и в Севнигском марсе. Там в основном работали по АЧС, то есть африканской чумы свиней. Также изучали бруцеллезы. Плюс ко всему, все, что было связано с биолабораториями здесь в Армении, оно и ушло как закрытая тематика. То есть оно и ушло под большую секретность. В 2016-м году в пресс-релизе НАТО было опубликовано сообщение, что в Грузии, когда произошла там утечка, погибло 73 человека в лабораторию в Лугаро. Значит, 6 человек филиппинцев были перевезены в Армению. Точнее, перевезли сюда четверых, потому что двое там по дороге скончались в Грузии. А четверых они разместили в нашей больнице Армянц. Это на Прущанах. Армянц там по себе не специализировался на инфекционных болезнях. И если бы там не было какой-то новой лаборатории на верхних этажах или под варь, то поверьте, что от Грузии ничего бы не осталось. Потому что вспышка выросла, было однозначно. Армянский центр, оно не предназначено для инфекционных больных. И распространение вирусов там было, как везде, сразу же. Оно же в центре города. Сколько человек проходит через Сигна. Рядом президентская дача. Рядом гостиница. Рядом больницы, банки. То есть, на качественных районах. Об этом никто никому не слова. И тем более, в этом же году у нас почему-то погибает внезапно директор инфекционной больницы Асуэр. Который был явным противником открытия лаборатория. После него туда приходит, поступает, заменяет его на эту должность. Точнее, был промежуточный один из его замов. А потом пришел довезаться. Который, если посмотрите его послуженный список, на всю жизнь занимался, обучался в учебных заведениях, которые занимались биооружием. А точнее, в организации ДАТРА. Кроме того, выяснилось еще, что в конце минувшего года американская лаборатория, расположенная в армянах, совместно с Институтом молекулярной биологии Национальной Академии Республики Армянин, занимается исследованием генотипа армян, на который уделяют финансы и НАТО, и Пентагон, и Евросоюз. Информация крайне наслажившая. Биологами с Пентагона достали все штаммы местных возбудителей инфекций вирусов, что опять же делают возможную разработку биологического оружия. У меня был, в принципе, очень большой доклад, но, судя по тому, что по времени немножко мало, я передовываю на основное. Значит, то, что здесь происходит, это чем происходит, скажем, ну, все помнят вот эти забыти, военные действия, но никто ни разу не приглянулся, что же там может серьезно произойти. На границе Арцаха, в четырех городах Азербайджана, это Гой-Голе, это север, граница Арцаха, Барда, центр, и Мишли-Сар-Дирабад, это юг. Это были центры биолаборатории Азербайджана на границе с Арменией. И, естественно, они используют, потому что любое военное действие, это хорошая возможность использования созданного оружия, чтобы посмотреть его эффективность и его возможности в дальнейшем использовании. А военные лаборатории Азербайджана, они полностью подчинены Министерству обороны и Радиоуправлением ООН, Мининобороны США. То есть для них тоже, это опять же, классическая возможность, испытать новое биологическое оружие и все возможности. Если взять то, что находится в Азербайджане, у нас в Армении они по всем Марсам, в Азербайджане по всем границам. Две Гаха и Губан находятся на границе с Россией, Линкаран на границе с Ираном, и только один центр, который центральный их, он находится в Баку. Естественно, там все информации, которые идут по этим регионам, а они собираются там. Биолаборатории в Армении, это, ну, как бы замедленная бомба под жителей Армении. И крупная замедленная бомба. Дело в том, что при посольстве США из 44-х зарегистрированных сотрудников в МИДе, то есть в Верхнемском обществе, 24 сотрудника это агенты спецслужб Америки. Об этом я напечатал с фотографиями, со всеми границами, у себя на профиле Фейсбука, но никакой от Гаусска ни от спецслужб Армении, ни от американцев, ни от кого так не поступил. Но, темно то, что у нас в Сибио-лаборатории курировал военный антажер медиа полкой, и непосредственно куратором все это было. Эрик Ларх. Это после него, естественно, после того, после того, как мы напечатали все его данные, естественно, их перевели, пришли новые, напечатали новые данные. Даже среди сотрудников посольства есть один арменин, правда, под именем американца, Метю Чаллс, особенно армянская его фамилия Артем Хачатрян, и он специализируется по ЛГБТ, и Армении, и Ирану. То есть сейчас вся направленность действий американской спецслужбы это действия Армении и Ирана. То есть все, что связано с Ираном. Едет по Совам Америки в Мерли, едет именно кавакалдой все машины, то есть колонны, из которых три въезжают в Мерли для Фиксиоза, а четыре выезжают на аэродром. Изучать состояние аэродрома или изучать подземные грунта аэродрома, то есть возможно ли на них посадка тяжелой авиации. Это первое. Второе сейчас тоже. Во время, все помнят, последнего посещения нашего премьер-министра в Синнии. Он останется в той же газете, где останется в газете, также и посол США. То есть таких ситуаций очень много. Но вопрос в другом. Вопрос в другом. Насколько серьезно сейчас можно... Проблемы войны, мне сейчас как бы закрылось все перед нашими глазами. Но у нас еще проблемы, именно вот ветер в лабораториях, вирусах. Есть у нас проблемы с наркотрафиком, только в год в Армению ввозят 4,5 тысячи тонн наркотиков. Это было опубликовано в СМИ, но опять же никаких отголосков я от этого не получил. И проблема торговли, незаконной торговли, оборота оружия. Тоже вот эти три главных основных у нас почему-то никто не обращает внимания. А теперь перейдем к презентации. Хотя часть презентации уже господин доктор перейдем к презентации. Но тем не менее у вас весьма интересная информация, поэтому ждем. Попробуйте мыши воспользоваться.